Всем привет дорогие друзья! С вами канал Агрополка и сегодня мы будем красить с вами миниатюру охотящегося ужаса из настольной игры Ктулху смерть может умереть. Красить мы будем в несколько необычные цвета. Фиолетовый это будет наш основной цвет, но он будет уходить у нас в зеленовато-желтые оттенки. Обычно, когда работают с фиолетовым цветом, высветляют его красным или фиолетовым, но более светлым. Например, как крылья сделаны у меня в розоватый оттенок. Но само тело, как вы можете заметить, здесь присутствуют зеленоватые, желтоватые оттенки, а также есть оттенки синего. Вот в такой необычный цвет мы будем красить с вами нашу миниатюру. И для начала нам нужно нанести базовый слой. И за базовый слой у нас выступает черно-красный цвет ArtColor 148. Мне очень нравится этот цвет и он хорошо пойдет как тень. Еще немного у нас выдавливаем краски и просто смело закрашиваем всю миниатюру в данные оттенки. Включая крылья тоже. Крылья хоть у нас и будут фиолетовые, но работать мы с вами будем по черно-красному. И таким образом покрываем всю миниатюру. Базовый цвет нанесен. Наш ужас сейчас выглядит вот таким образом. И далее мы с вами будем работать с цветом сливовый Art 154. Он темнее обычного фиолетового цвета. И мы им сейчас подчеркнем как свет, так и тень. Свет мы в будущем будем высветлять другими красками. Тень затенять, но должно быть фиолетовый оттенок как в тени, так и на свету. Поэтому мы его добавим и туда, и туда. Операция эта несложная. И недолго, я бы сказал. То есть мы затеняем углубление и высветляем выступы. В данном случае не нужно стремиться полностью все закрасить, перекрасить. Я бы назвал это точечной работой. И концы, которые вот эти мы потом в будущем высветлим. Тень вот здесь. Здесь тень. Ввиду пальцев, когти. Давайте здесь полностью закрасим связку. Крылья мы потом покрасим этим же цветом. Но мы к ним перейдем потом отдельно. И полностью их проговорим. Как они красятся. Так, здесь, здесь. Так, здесь, здесь. Полностью вот эту складку. Если вы посмотрите на миниантюру охочевающегося. Очень сложно вот это слово, охочащийся. Если пытаться туда букву Г ставить. Хантед хоррор. У него есть некий рельеф определенный. Вот вы можете вот так вот его такими мазками подчеркнуть, если есть желание. Вот здесь его лучше видно. Вот здесь я не прокрасил. Давайте фиолетовым прокрасим. И так же точечно. Здесь можно смело середину вот эту прокрасить. Здесь у него рельеф, да, мы в углублении. Эти две будут красными. Щупалки. А здесь еще у нас глаза. Есть. Так, и остались у нас верхушки. Листочки. И вот эти щупалки. А так же с этой стороны не забываем. Если нужно, можно крылья вот так ему раздвинуть и подкрасить. Но мы когда к ним перейдем, к крыльям, мы еще их раздвинем. Гром говоря, как бы это ни звучало. Как видите, операция не сложная. Нужно некое представление о будущей картине. Что вы хотите видеть. И тогда у вас действия будут более уверенные. То есть, если вы знаете, что например, я знаю, что у меня здесь будет потом тень, я постараюсь сделать здесь тень. Я смело здесь делаю мазок. Если я знаю, что у меня будут концы высветлены, я смело делаю мазок. Вот таким образом. Так, ну давайте пока остановимся. Мы несколько придали очертания будущей картины, к которой мы стремимся. Дальше нам понадобится капли синий, синий цвет. И здесь мы тоже будем еще пока наметки делать будущей работы. Здесь мы светлые участки теперь подчеркнем. Только не чисто синим. Можно сделать синий, а потом сгладить фиолетовым. Я сразу смешаю эти два оттенка. Он становится похоже, если честно, на индиго. Есть цвет индиго, но можно сразу использовать индиго, если у вас есть. Но поскольку я буду работать и синим отдельно, мне удобнее их смешивать между собой. Что мы им делаем? Мы высветляем. Давайте еще синего добавим. вот выступающие части. С одной стороны, я, наверное, часто говорю это видео, такую фразу, что с одной стороны, кажется, что я делаю много лишних действий. Каких-то промежуточных слоей, которые, в принципе, потом и не сохраняются. Вот я сейчас капри синий смешал с фиолетовым, нанес, а потом, когда мы с вами закончим миниатюру, вот этих вот промежуточных этапов, их же не будет. И может сложиться впечатление, что это лишнее. Дьявол кроется в деталях. А когда ты видишь картину, ты не анализируешь отдельный мазок. А автор может в нее вложить очень-очень много отдельных маленьких мазков. И только в сумме они дают общую картину. Поэтому какой-то вот такой промежуточный некоторый слой, который кажется поначалу лишним, он может полностью менять итоговую картину. Нашу итоговую миниатюру. верхушки и с этой стороны. в комментариях. Вместе с этим в комментариях. Вместе с этим Так, еще немного осталось. Четыре минутки у меня ушло, да, на это? Так, и вот здесь вот кончики. Дальше давайте с вами подчеркнем тени. Для этого у нас левого уже есть. Мы возьмем с вами черный цвет, да, то есть нам нужен более темный цвет. Вот, 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 вот. Здесь мы с вами затеняем глубину. Тоже делаем это смело, просто заливаем краску во все углубления. Где-то здесь у нас глаза были, потом надо будет их покрасить в красный. Единственная сложность это вот теперь с вот этим носиком центральным, да, потому что здесь... Хотя свет потом еще раз мы высветим. Ничего страшного, если вы что-то больше здесь накрасите. Спасибо. 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 Так, к тени мы еще, наверное, вернемся пару раз. Потому что после определенной операции картина меняется, да, и ты смотришь на нее уже по-другому и может нам захочется добавить еще теней. Здесь сзади, здесь сзади, и все вот эту сторону, да. За черепком, рот, пасть с этой стороны, и с этой стороны. Так, ну ладно, к тени мы еще с вами вернемся в будущем. Обязательно. Теперь чисто капри синий берем. Отмечаем светлые участки. Следующие это когти. Они у нас будут иметь синеватый оттенок. И с этой стороны. И здесь. Так, здесь забыл. Дальше. Вот эти кончики. Вот эти кончики, которые я в прошлый раз закрасил тенью, но ничего страшного. Сейчас мы их вновь подчеркнем. Сейчас мы их вновь подчеркнем. Вот тут у меня тень должна быть. Так, вернем назад. Так, фокус сбился. Вернем назад тень. Так, вот эти вот участки, ну прямо кончики, косточек я бы их назвал. Они похожи на некий панцирь. И края листиков и можно чуть-чуть добавить рельеф листикам. Да, у них есть определенный рельеф. Вот можно его подчеркнуть. И с этой стороны. Вот этот листик вообще у нас забытый. Так, ну а теперь давайте приступим с вами к магии. Зеленый. А мы идем к высветлению через синий. Через синие оттенки. То есть мы от черно-красного составлять некую базу. Через фиолетовый. Так, чтобы фиолетовый был и в тени, и в свету. Идем в тени, пойдем через фиолетовый в черный. А в свет через фиолетовый, синий в зеленый. Поэтому мы берем зеленый. И будем заниматься с вами драйбрашем. Зеленый. 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 картина получается не не надо ли ну например если мы посмотрим на череп или вот лучше вот сюда посмотреть здесь все получается некий более менее плавный переход от синего к фиолетовому но может получиться так как например вот здесь плавный переход не вышел мы можем ему помочь взяв фиолетовый или темно-фиолетовый но у нас это сливовый получается и немного сгладить если сильно ярко например получилось и все картина поменялась или голова аналогично немного загладим но мы сглаживанием начну займемся чуть позже давайте до конца с вами доделаем dry brush чем сушу вы будете вытирать кисточку тем меньше будет зеленого поэтому например регулируя сухость кисти можно в принципе интенсивность некую придать зеленому оттенку да например здесь на руке получилось больше зеленого вот надо было получше вытереть чуть-чуть вообще если быть откровенным первый раз как вот это вот первый охотящийся ужас у меня и была такая идея сделать из переход из фиолетового в зеленый и когда его покрасил я посмотрел на него думаю какая то получилось но он это немного неестественно смотрится непривычно на его тоже посмотрел думаю что-то думаю не так здесь но какая-то картина достаточно странная получилась я потом вспомнил что это все-таки у нас мир лавкрафта и вот эти все монстры да они в большинстве своем как раз должны и имеют неестественный вид я уже посмотрел на эту миниатюру под другому углом за то есть такой вот зеленовато изумрудные такие оттеночки я думаю нет посмотрится то наоборот как скажем так по духу поэтому я решил что получилось нормально второго также покрашу но более того раз у меня их два и есть возможность снять видео по второму внутри решился покрасить второго на камеру так какие есть огрехи после драй браша смотрим что может поправить можно и так далее да с этой стороны нужно чуть-чуть плавнее сделать вот эту вот эту часть переход вот этот на вот некое синее пятно здесь осталось гладить переход но остальное вроде нормально дальше с этой стороны вот эта часть требует сглаживания и когти вот эти никак не очень вышли вот что я увидел упущена мною обратная сторона задних до лапок то есть вот здесь вот надо подарок брашить аналогично с вот этой стороны ну вот практически 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 все только здесь если вы посмотрите он более изумрудный больше у меня зеленоватого оттенка здесь еще пока больше синих оттенков например что можно сделать если вам хочется можете добавить когтям большего синие ну синевы тем же самым драй браш можно сделать но вопрос в том вот у нас есть желтый нам нужно решить или мы работаем кисточкой с желтым или также делаем драй браш давайте попробуем с вами драй браш но прям аккуратный аккуратный точечный исключительно по верхушку поэтому мы кисточку вытрем насухо не нужно после зеленого его споласкивать потому что зеленый так высветляется желтым и вот папу по верхушке попробуем пройти уж больно я перестарался да вообще такое ощущение что желтого нету но все же все равно давайте мы еще желтый с вами нет здесь вода не подойдет нам для этого желтый все таки светлый оттенок делаем некоторые точечные высветления все таки светлые я смотрю зеленый смотрю я смотрю и вот этот вот хоботок он остался у нас как раз не высветлен да что-то я здесь драйв брашем не дошел сейчас я так подчеркну его так пожалуй все это чуть ярче получается у меня это чуть темнее и теперь давайте с вами еще добавим немного контраста здесь можно вплоть до черного высветлять ой затенять некоторые места например вот эта вот область здесь надо углубление прям показать что они есть и это такой вот немного скрытые место поэтому оно должно быть в тени и с этой стороны теперь переходим к крыльям нам нужен фиолетовый и фиолетовым мы с вами красим все поверхность крыльев возьмем кисточку потолще потолще тоненькой мы будем долго работать данном случае у нас база уже нанесена тень некая и вот нам нужно покрасить разбавлю нужно кастись консистенции краску вот красим ну крылья как с этой так и с этой стороны пока фиолетовый у нас подсыхает давайте с вами займемся глазами и щупальцами возьмем красный бургундский арт 140 здесь нужен такой темно-красный нам цвет чтобы поскольку вся миниатюра она в темных тонах он не выделялся но если красный будет слишком светлый всегда можно его затянуть например покрыв сверху черно-красным он у нас яркий мы с вами его потом подкрасим когда он подсохнет и с этой стороны так теперь более точечная сейчас работа вот это глаза у нас тоже красные давайте где наши глазки проще всего такие моменты красить каплями то есть нужно краска такой консистенции чтобы она легко ушла с кисточки но недостаточно жидкая чтобы она растеклась по миниатюре да то есть чтобы она ушла капелькой вот так вот тут есть три глаза здесь три и здесь вот вот все наши глаза если глаз растекся аккуратно 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 убираем его кисточкой возьмем слоновую кость я не совсем помню чем я красил и сейчас опять же слоновая кость она будет слишком яркая я это понимаю да но всегда можно тень вернее не тень тень а цвета затенить здесь можно не можно а легче всего красить тоже аналогично достаточно разведенный я смотрю не этот от удара уголки бывают вот краска отлетает он еще мне не покрыт лаком миниатюру определенной консистенции когда она очень легко уходит с кисточки но опять же не растекается по миниатюре да и вот такими вот простенькими движениями достаточно легко покрасить рот и и одной капли мне хватило на весь рот на всю челюсть давайте еще вот эти подкрасим если куда-то что-то затекло так же убираем кисточкой вот так что ж пока рот там красит берем вновь красный и повторяем операцию с нашими глазами раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двенадцать по шесть по шесть глаз с каждой стороны по шесть глаз с каждой стороны не знаю что это у него щупальца пусть будут затеняем щупальца то есть обильно смачиваем жидкий разведенным черно-красным и все и теперь уже щупальца не бросаются так сильно сейчас они подсохнут и будет тоже такого темного оттенка и здесь аналогично да это слишком яркий цвет давайте возьмем с вами вот бежево-коричневый аналогично разведем его жидко-жидко и затяним всю нашу челюсть может я использовал нет здесь похоже на черно так фокус пропал здесь похоже на черно-красный ну давайте я уже коричневым затеню какая разница мне главное темный чтобы оттенок был и надо лишнее убрать между зубов то что затекло так сейчас надо просто так подцениться нет давайте затенем черно-красным потемнее сделаем вот так вот что же переходим к нашим крыльям сейчас сделаю так у меня там дети запели на заднем фоне фокус и так чуть-чуть еще еще раз пройдусь по глазам чтобы они были ярче все и переходим к крыльям с крыльями мы поступаем следующим образом это мы уберем это все уже отработанный материал я открыл для себя интересный цвет называется телемагента телемагента может быть по-английски правильнее прочитать арта 155 это довольно интересный цвет он розоватый но не розовый и очень хорошо подходит для высветления фиолетового я в начале видео говорил что фиолетовый высветляют красными оттенками ну если вы хотите высветить 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 фиолетовый каким-нибудь светло-фиолетовым оттенками ну таких не могу я вам назвать такой цвет да вообще есть или нет ну вот например телемагента подойдет выдавливаем ее выдавливаем фиолетовый смешиваем это дело между собой то есть сначала пойдем промежуточным цветом и высветляем я периодически говорю это в видео своих не старайтесь всегда захватить ну например если есть углубление или возвышение да каждое например возвышение сделать вот таким образом да светом каждое углубление тенью нет в жизни свет так не падает не передается старайтесь брать областью вот таким образом давайте кисточку побольше возьму она была мокрая у меня определенными штрихами но не так что каждую бугринку там выделите каждую спадинку выделить и здесь не забываем и здесь не забываем вот не пропуск куда поднимем туда вглубь мы не полезем никто туда смотреть не будет даже вы просто нужно захватить вот эти концы вот их нужно который ближе к выходу краю точнее дальше мы будем поработаем непосредственно самой телемагетой и здесь уже можно более точечно хотя я наверное таким образом сейчас сделаю вот да вот 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 Так, и здесь. Пусть она пока сохнет. Давайте тени с вами мы возьмем черно-синий. И поработаем немного с тенями, пока у нас сохнет, особенно с этой стороны. Мы сейчас будем делать операцию похожую на, в прошлом видео мы красили, когда с вами бьякхи, там тоже у него были крылья, и мы это делали так же. То есть, обязательно затеняем вот эту область, места соприкосновения с крыльев, а я даже не знаю, как правильно называются эти штуки, на которых крылья держатся. Вот так вот. Обязательно выделяем эти места и здесь, потому что в процессе покраса теней там уже не осталось, мы их давно оттуда все убрали. А мы используем темно-синий, потому что даже черно-синий, да, он у нас черно-синий, потому что фиолетовый хорошо затеняется именно синим. И с этой стороны. Теперь разводим синий еще побольше. и делаем такой вот некий теневые участки, переходы. Здесь чуть-чуть побольше. Потому что крылья все-таки у нас перепончатые, вот мы немного их подчеркиваем, делаем перепончатыми. Вот так вот. Вот так вот. Здесь тень получилось много, ну и чуть-чуть подправим попозже. И с этой стороны самое главное. Вот это нехорошо. Вот сюда я залез, надо брать. Здесь. И здесь. Так, что мы делаем дальше? Драйвбраши. Подчеркнем перепончатую структуру крыльев. Для этого нам нужна телемагента. Она у меня есть, но я буду делать драйвбраши, поэтому мне нужна густая. Здесь-то я ее развел. Так, берем нашу кисточку, она у нас высохла уже. Берем салфеточку. Да, надеюсь, видно, как проявляется некий такой рельеф крыльев. Вот она. Вот она. Вот она. Так, кончилось. Я здесь не покрасил. В общем, в зависимости от результата, здесь может быть еще одна операция. Опять же, по аналогии с... Так, сейчас я подзавис. Я просто не добьюсь нужного результата, поэтому я стал чуть меньше вытирать кисточку, чтобы больше краски оставалось. Вот. И я увидел нужный мне результат. Вот. Вот. И здесь. Вот здесь, конечно, я много оставил. Сейчас я это уберу. Что хотел сказать. В зависимости от достигнутого результата, может понадобиться следующая операция. Например, как я делал с телом. Телом сгладить, да, некоторые... Мокрая кисточка была. Сгладить некоторые моменты. Так, где я тут лишнего? Вот здесь было лишнее. Вот. Как это загладить? Ну, цветом... Давайте вот я заглажу жидким-жидким фиолетовым. Подходящим цветом. Здесь, например, у меня крылья темнее получились в итоге. Да. Он сам весь темнее получился, вот этот, по сравнению с этим. Ну, ладно, двух одинаковых ночных охотников не рожается. Или не рождается. Что еще я сделаю, это темно-синем выделю вот эти вот рванины на крыле. Да, то есть вот эта часть. Вот тут вот часть. Здесь вот. Здесь кусочек порванный. С этой стороны. Их здесь несколько. Здесь. Здесь. Вот. И с вот этой стороны. Вот. Вот здесь вообще не выделено. И с этой стороны. Все. На этом миниатюра закончена. Ушло у нас на нее полтора часа. Надо только покрасить базу. И все. Давайте. Результат. Посмотрим. На мой взгляд, достаточно необычное сочетание цветов. Подходит под мифологию игры. Да. И в целом мы рассмотрели техники определенные. Поэтому надеюсь, что данное видео было полезным. Так. Это мой первый. Да. Это мой второй. Ну и что оно было интересным. Если это так, я очень рад. Вот оно. Полезно иногда осматривать миниатюру со всех сторон. Вот здесь вот достаточно резкий переход. Все. Ну что ж. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Играйте в игры. Красьте миниатюры. И до новых встреч.